От улицы Авроры до Измайловского переулка обновляют южный проезд. Это один из дорожных объектов, которым были недовольны жители Самары. Участок протяженный – два километра, но использовали его в основном только для парковки и подъезда к жилым домам. Сквозной проезд был затруднен из-за состояния объекта. Это мешало не только жителям окрестных домов, но и представителям бизнеса. Александр Сосновский работает в автосервисе на южном проезде. Рассказывает, что доехать до сервиса было трудно, особенно в зимнее время. Заезжает, разбивается об ямы, которые здесь раньше были, об колодцы. Но еще зависит от водителя, как он ездит бывает. Некоторые просто не замечают эти ямы, летят по этим ямам, поэтому ходовая разбивается. Пробуем, хотим дорогу, чтобы он спокойно был ездить, и не переживая, что колодцы будут разбиты или какая-то там дырка будет в дороге. Ситуация на южном проезде уже и меняется, благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К началу текущей недели дорогу обновили на площади 3000 квадратных метров. Работы продолжаются. Их контролируют на всех этапах. На данный момент производим работы по замене верхнего слоя покрытия. На тех участках, где не требуется замена основания. А если пройти дальше, то на тех участках, там дороги так таковой не было. И поэтому там требуют замены основания. У нас основание зависит от того, ездит ли по дорогам общего пользования. Троллейбусы, автобусы на данной улице такая техника не ходит. То бишь, здесь 53 сантиметра вполне хорошо. 53 сантиметра – такой будет общая толщина дорожного пирога на грунтовых участках и локациях с твердым покрытием, где оно разрушилось, а основание проезжей части ослабло. Оно укрепляется по слойной конструкции из песка, щебня и крупнозернистого асфальта. Затем укладывают финишное покрытие. На локации, где нужно усилить основание, финальное покрытие устроят позже, после обязательных предшествующих этапов работ. Причем финишный слой будет еще более прочным и смеси последнего поколения. Гарантия на новое покрытие – 5 лет. На день, что дорога прослужит очень долго. Тем более, учитывая тот небольшой трасс, который есть по южному шоссе, поэтому надеемся, что асфальт простоит как минимум 6-7 лет. Напомню, что старту работ могли помешать своевольные постройки. Их заранее убрали при содействии районной власти. Работе техники также мешали деревянные опоры и электросети. Их частично перенесли и заменили. Эти работы продолжаются. Кроме того, в ходе земляных работ были выявлены вырезки в трубопроводы. Профильный департамент решает, что с ними делать. В любом случае, в соответствии с муниципальным контрактом, подрядчику необходимо справиться с ремонтом южного проезда до конца этого лета. На все вопросы, поступающие от горожан, подрядчик старается реагировать оперативно. Местные жители обеспокоены, что дорога станет шире и трафик осложнится. Чтобы дать необходимые разъяснения, 30 июля представители департаментов транспорта и городского хозяйства проведут встречу с жителями. Дорога должна соответствовать всем нормативным требованиям, поэтому ширина проезжей части составит 6,5 метров. Помимо этого, есть необходимость в обустройстве обочин. Эти намерения и другие вопросы обсудят на встрече. Елизавета Прокопенкова, Августина Охременко, Григорий Плешаков, Валерий Майоров. События.